Рэй Брэдбери, от греха моего очисти меня. В сочельник, когда время близилось к двенадцати, отец Мелон задремал, но через несколько минут проснулся, у него возникло совершенно необъяснимое желание встать, подойти к парадным дверям и распахнуть их настежь, чтобы впустить внутрь церкви снег, а потом проследовать в исповедальном и ждать. Ждать чего? Кто знал? Кто смог бы ответить? Но стремление было настолько сильным, что ему невозможно было противиться. Что происходит? Одеваясь, пробормотал он себе под нос. Не иначе, как я умом тронулся. Кому в такой час придет в голову отправиться в церковь? Хоть по своей, хоть по чужой воле. С какой стати я должен? Несмотря на то, что он надел свое облачение, спустился вниз и, распахнув двери, замер в благоговении перед великим произведением искусства, открывшимся его взору, этот вид поражал сильнее, чем живописное полотно. Снежное кружево украсило крыши, занавесило фонари, накрыло чехлом прижавшийся к тротуару автомобиля, словно жаждущие благословения. Летящие через порог снежинки холодили его веки и сердце. Он затаил дыхание, упиваясь этой изменчивой красотой, потом отступил назад и удалился в исповедальню. А снежинки, кружась, устремились за ним. Форменный болван ругал он себя. Совсем спятил, старик. Нечего тебе здесь делать. Ложись в постель. Но тут до его слуха донесся какой-то шум. Вошедший замешкался у дверей, по каменным плитам застучали шаги, а вслед за тем послышался влажный шорох. Но сам нарушитель покоя еще не появился за перегородкой исповедальни. Отец Мэллон выжидал. «Исповедуйте меня, отец!» – прошептал чей-то голос. «Ибо я грешен». Не в силах поверить, что в такой час таинство и впрямь оказалось кому-то нужным, отец Мэллон только и сказал. «Как ты узнал, что церковь открыта и готов тебя выслушать?» «Я молился, отец!» – послышался тихий ответ. «Господь сделал так, чтобы вы пробудились и открыли церковь». На это нечего было возразить, и тогда старый священник и тот человек с хриплым голосом грешника замерли в долгом холодном молчании. Стрелки часов между тем приближались к полуночи, и в конце концов незнакомец, явившийся из тьмы, повторил. «Исповедуйте меня, грешного отец!» Но вместо обычных исцеляющих слов отец Мэллон, ощущая, как с каждой снежинкой близится Рождество, склонился к зарешоченному окошку и невольно произнес. «Должно быть, на тебе воистину лежит тяжкое бремя греха, коль скоро ты вышел из дому в такую ночь, чтобы исполнить невозможное, которое оказалось возможным только благодаря тому, что Господь тебя услышал и поднял меня с постели. «Грехи мои постыдны, отец, и вы сами в этом убедитесь». «Тогда говори, сын мой», — сказал священник. «Пока мы оба не окоченели». Дело было так. Зашлестил печальный голос за тонкой перегородкой. «Шестьдесят лет тому назад». «Говори громче». «Шестьдесят лет назад» — священник открыл рот от удивления. «Так давно». «Шестьдесят». Последовала мучительная пауза. «Продолжай», — сказал священник, укоряя себя за прерванную исповедь. «Ровно шестьдесят лет назад, когда мне было двенадцать», — говорил все тот же грустный голос. В такую же святочную неделю мы с бабушкой отправились за рождественскими покупками. Жили мы тогда в маленьком городке на восточном побережье. В магазины и обратно ходили пешком. В те времена и машин-то не было, так ведь. Мы брели нога за ногу, нагруженные подарочными свертками. И бабушка сделала мне какое-то замечание. Уж не помню точно, какими словами только я разозлился и убежал вперед. Просто взял, да и убежал. Издали я слышал, как она меня звала. Потом кричала, кричала, что есть мочи, чтобы я вернулся, вернулся к ней. Но я ни в какую. Она плакала в голос. Я знал, что она мучится. И это меня подстегнуло, разодорило. Я захохотал и побежал еще быстрее. Домой, конечно, примчался первым. А когда она, едва дыша, появилась в дверях, ее сотрясали рыдания, которым, казалось, не будет конца. Мне стало стыдно. Я спрятался. Воцарилось долгое молчание. Священник пришел на помощь. Это все? Перечень длинный. Скорбно произнес голос за тонкой стенкой. Продолжай, закрытыми глазами, сказал священник. Точно так же я поступил с матерью, причем перед Новым годом. Чем-то она мне досадила. Я убежал и слышал, как она кричит мне вслед. Но я только ухмыльнулся и припустил во все лопатки. Зачем? Зачем, боже мой, зачем? Священник не нашелся, что ответить. Теперь все? Помолчав, спросил он в полголоса, странно взволнованный чужим признанием. Однажды летом, продолжал голос, какие-то хулиганы меня избили. Когда они ушли, я увидел на ветке кустарника двух бабочек, нежно трепетавших бок о бок. От их безмятежности меня захлестнула злоба. Я прихлопнул их ладонью и растер в порошок. Отец, какой стыд! В церковь сквозь открытые двери ворвался ветер. Оба повернули головы и увидели снежное рождественское привидение, которое возникло на пороге и тут же рассыпалось белыми хлопьями по каменным плитам. Был еще один скверный случай, когда мне стукнуло тринадцать, опять заговорил старик, превозмогая стыд. Но все же нашел в себе силы продолжать. И то же в канун Рождества. У меня пропал пес по кличке Бо, убежал и не возвращался трое суток. Я любил его больше жизни. Пес был необыкновенно умен и платил мне бесконечной привязанностью. И вдруг мой питомец исчез, и все хорошее исчезло вместе с ним. Я ждал, плакал, снова ждал, молился, беззвучно кричал. Я знал, он никогда-никогда не вернется. Но потом, потом в два часа ночи, когда за окном валил мокрый снег, на дорогах чавкало слякоть, а на карнизах таяли сосульки, во сне я услышал какой-то совсем другой звук, проснулся и понял, что это пес скребется под дверью. Я вскочил с кровати, как сумасшедший, чуть не сломал шею, дернул ручку двери и на пороге увидел моего несчастного Бо. Он был весь в грязи, дрожал от холода, но учился радостью. Я завопил от счастья, втащил его в дом, захлопнул дверь, упал на колени, прижал его к себе и разревелся. Какой подарок, какой это был подарок. Я снова и снова называл его по имени, а он подвывал мне в тон. Это были голоса муки и счастья. А потом я умолк. Знаете, что за этим последовало? Можете представить всю мерзость моего поступка? Я избил его. Да-да, избил. Молотил его кулаками, костяшками пальцев, ладонями и снова кулаками. А сам кричал. Будешь знать, как уходить без спросу. Будешь знать, как убегать. Будешь знать, как мне слушаться. Как ты посмел, как посмел. Я истязал его до тех пор, покуда он мне заскулил. И только тогда до меня дошло, что я делаю. А он это безропотно сносил, словно понимал, что оказался недостойным моей любви. Но теперь недостойным оказался я. Тогда я его оттолкнул и залился слезами. Задыхаясь, я снова обхватил его за шею, прижал к себе и закричал. «Прости, пожалуйста, Бо, прости меня!» Я не хотел. «Бо, прости!» Но разве мог он меня простить, отец? Кто он был? Бессловесное существо, животное, пёс, мой любимец. И он смотрел на меня такими прекрасными чёрными глазами, что у меня сжало сердце, и с тех пор оно навеки замкнулось от стыда. Я так и не смог себя простить. С тех пор меня преследует память о моей любимой собаке и о моей собственной низости. Под Рождество, не просто в последние дни уходящего года, а именно в канун Рождества, передо мной возникает призрак моего пса. Я его вижу, слышу шлепки и удары, терзаясь чувством вины. О, Боже мой!» Незнакомец умолк и содрогнулся от рыданий. В конце концов старый священник вымолвил. «Так вот почему ты здесь». «Да, отец. Разве это не ужасно? Разве это не позор?» Священник не сумел ответить. У него тоже текли слёзы и срывалось дыхание. «Господь простит меня, отец?» Спросил старик. «Да. А вы, отец?» «Да, но позволь кое-что тебе рассказать, сын мой. Когда у меня было десять лет, со мной произошло то же самое. Точно так же я поступил с родителями. Потом так же поступил и с моей собакой, которую любил больше всех на свете. Но она убежала, и меня охватила ненависть. А когда она вернулась, я тоже гладил её и бил, и снова начинал гладить. До этой ночи я не рассказывал об этом ни одной живой душе. Все эти годы меня обжигал стыд. Я регулярно исповедовался своему духовнику, но об этом молчал. Так что теперь... Наступило молчание. «О чём вы, отец?» «Господь, Господь, милый человек, Господь Бог простит нас. Наконец-то мы открылись, осмелились рассказать всё, что до меня. Я тоже прощу тебя. Но напоследок...» Старый священник не договорил, его душили слёзы. Незнакомец всё понял и осторожно спросил. «Отец, вы хотите получить моё прощение?» Священник молча кивнул. Возможно, его собеседник уловил тень от кивка, поскольку он тут же заверил. «Вы его получили». И они оба долго сидели в темноте, а в дверях появился ещё один призрак, который, впрочем, тут же смешался со снегом и исчез. «Прежде чем уйти, — сказал священник, — выпейте со мной вина. Огромные часы на башне против церкви начали отбивать время. «Вот и Рождество, отец!» — сказал голос из-за перегородки. «Определённо, это лучшее Рождество в моей жизни. Самое лучшее». Старик-священник поднялся со стула. Он ждал шороха или хоть какого-нибудь движения за перегородкой. Но оттуда не доносилось ни звука. Нахмурившись, священник распахнул дверцу и всмотрелся в коморку для исповеди. Внутри не было никого и ничего. У него отвисла челюсть. Снежинки падали ему за ворот. Он вытянул руку и ощупал темноту. Там было пусто. Обернувшись, он уставился на входную дверь, а потом поспешил выглянуть на улицу. Снег кружил в последних отзвуках боя курантов. Улицы давно опустили. Когда он вернулся и затворил двери, его внимание привлекло высокое зеркало при входе. В холодном отражении он узнал старого знакомца. Самого себя. Почти не задумываясь, он поднял руку и осенил его крестным знамением. Отражение в зеркале сделало то же самое. Осушив слезы, старый священник отвернулся и пошел за вином. На улице вместе со снегом кружилось Рождество. Рождество. Продолжение следует...